В Петропавловске начался суд по делу о жестоком избиении трехлетней девочки. В январе ее привезли в больницу без сознания. Несмотря на старания врачей, ребенок умер. На скамье подсудимых родная мать. 22-летней женщине предъявлено обвинение сразу по трем статьям. Нургуля Ахметова расскажет подробности. В январе жители Петропавловска потрясло шокирующее преступление. Трехлетнюю девочку, страдающую детским церебральным параличом, избили до бессознательного состояния. Около месяца она пролежала в коме. Спасти жизнь ребенка не удалось. В истязании заподозрили родную мать малышки. Сегодня она предстала перед судом. По версии обвинения, 22-летняя Екатерина Голешева жестоко обращалась со своей малолетней дочерью и систематически избивала ее. Выносила на мороз в летней обуви, регулярно наносила побои. Схватив ее левой рукой за левую ногу, начала наносить ей ладонью правой руки множественные удары по различным частям тела, в том числе в область головы, живота и груди. Отчего Захарова начала падать и при падении удержалась обеими руками за горячий радиатор батареи. В результате чего получила многочисленные термические ожоги в области пальцев своих кистей. Как стало известно в ходе судебного заседания, обвиняемая после рождения дочери оставила ее в доме малютки, откуда девочку с согласия Екатерины Голешевой забрала семья от Захаровых. Это дальние родственники подсудимой. Когда у малышки обнаружили ДЦП, родная мать и вовсе отказалась участвовать в ее воспитании. Ребенок уже находился со мной месяц, спал со мной, держала меня за пальчик, чтобы я не ушла от нее. Я говорю, я не могу ее отдать, предать. Можно, говорю, она останется у нас в семье. Будет расти вместе с нашими детьми. Она мне спросила, говорит, ну, если она вам нужна такая больная, собирайте. Я говорю, ты напишешь отказную? Она сказала, да, без проблем. Как пояснили свидетели, согласие матери в графе отец был записан Виталий Захаров. Его семья занималась воспитанием и реабилитацией. Девочки малышка даже начала делать успехи и научилась сидеть. Супруги планировали официально ее удочерить, но не успели. Перед Новым годом, 2020 года, опять собрались мы в суд. Все документы опять уже знали, все какие надо было. Что-то не все так просто было. Решили обратиться, но отказное у нотариуса уже закончилось, получается. И обратились к Голешевой, чтобы она еще раз написала отказную от ребенка. Но она извила желание забрать ребенка. По версии обвинения, Екатерина Голешева решила забрать ребенка, преследуя меркантильные интересы, узнав о возможности получения пособий от государства. Но в итоге с родной матерью девочка прожила меньше месяца. Подозреваемую судят сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ее обвиняют в истязании несовершеннолетней, ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, соединенным с жестоким обращением с ребенком, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть. Однако на первом заседании потерпевшая сторона не стала просить о строгом наказании для подсудимой, ссылаясь на то, что девочку все равно уже не вернуть. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24.